начиная красивые маневры в моем воображении часто представляются картинки с модных подиумов какие-то расписные шикарно ликие чудо барышни с неземными пропорциями и короче всякая чушь не имеющая к реальной жизни никакого отношения хотя и да нет показалось земные женщины не ближе и значительно интереснее так как их разнообразие очень вдохновляет о чем это я ах да кожа у моей модели склонна к жирности поэтому перед тоном я увлажнил лицо сывороткой от промыкоп лап ну а сам тон из разряда очень плотных кавер эффект славится этим и сделав его более невесомым пару капель той же сыворотки вполне достаточно я нанес его спонжем стараясь сохранить естественный эффект а вот с корректором немного поиграю для визуальной иллюзии чтобы убрать затемнение под глазами смешал корректор от jeffree star и в разных пропорциях розовый и желтый от armani более коричневые оттенки прекрасно камуфлируются цветом здесь важно выдержать нужный цветовой баланс и остаться в желтоватом подтоне кожи поэтому немного живописую в разумных пределах и шаг за шагом высветляю центр лица сглаживая некоторые нюансы вспоминаемые первые шаги в профессии мне часто приходилось придумывать разнообразные трюки для выполнения коррекции продуктов из разряда скульптирующая или контурная пудра еще не существовало так что помимо легендарной пробки мне приходилось использовать коричневый карандаш и часто не всегда косметические так вот затемнил контур и спонжем уже новым заценили растушевал по контуру слегка корректируя овал лица следуя той же кремовой технологии карандашом для губ от Avon нарисовал румяна и растушевал их подтон кожи слегка желтоватый так что дочка пекаря сегодня отдыхает и на смену пришла рассыпчатая пудра от Evagarden и хайлайтер от Nicobagio наношу пуховкой очень тщательно с неизменным легким сиянием кожи используя светло-коричневый карандаш от мыльный про кстати тот же которым выполнял коррекцию овала лица хочу прорисовать контур глаз и по идее я ни в коем случае не хочу давать повод для разговоров о моей профнепригодности в смысле коричневый карандаш для кария глаз давайте по порядку первое глаза темно-карие это факт второе карандаш коричневый тоже факт но есть нюанс и это оттенок точнее интенсивность цвета он более светлый и значительно контрастнее с темными глазами исследуя идеи монохрома все последующие оттенки должны быть из серии светло-коричневатой или золотисто-бежевой гаммы и такие оттенки есть в палетке визи-арт нанося тени практически дублирую карандаш а он еще не совсем зафиксировался так что сначала матовые чтобы получился натуральный эффект и затем выполняю вариацию на тему то есть моя задача создать максимально естественный макияж глаз но в контролируемых оттенках и при полном соблюдении пропорции в балансе светлого и темного и напоминаю эта иллюзия вуали должна быть четко выверена придумывать какую-то многоходовку с прорисовкой бровей совсем не хочется да и пресловутый дубайский синдром обошел меня стороной поэтому карандашом подчеркиваю форму рисую пару индивидуальных волосков и фиксирую гелем оба продукта от люкс пизаж согласитесь вряд ли кому-то придет в голову при таком макияже глаз использовать цветной тушь карие глаза доминируют и подчеркнуть их открывая взгляд может только ее величество черная тушь и продукт от Avon делает свое черное дело красиво и как всегда восхитительно а вот с цветом губ можно поиграть подтон кожи теплый карандаш в цвете фуксия от Avon в холодной гамме так что баланс на лицо точнее на губах эту же идею применяю и для легкого холодного акцента бесконечным хайлайтером от jeffree star точечно на подмежном веке и пуховка слегка обыгрываю золотистый цвет кожи и конечно немного блеска на губах не помешает нейтральный оттенок от max factor завершает мои маневры в которых если вы обратили внимание вы не увидели ни одной кисти только подручный инструмент удачи и красивой легкости вашим рукотворным лицам